Фримен Дайсон, 1923 года рождения, 95 лет, известнейший учёный. Я вообще-то всегда считал, что он нобельский лауреат, но оказывается он не нобельский лауреат и у него даже нет учёной степени. Впрочем, это не помешало ему работать в Институте перспективных исследований, престижнейший университет. Сам Эйнштейн там работал, и Фримен Дайсон видел Эйнштейна, он с ним. Он был коллегой Эйнштейна, сейчас уже не работает, 95 лет всё-таки. Профессор физики, без учёной степени, в Институте перспективных исследований в Принстоне. Да, не каждый сможет работать без учёной степени, в Институте перспективных исследований. Не ошибусь, наверное, если предположу, что он единственный, кто смог такого достичь. Закончил Кембридж по математике. Перешёл в Корнел, работал с Хансом Бёте, с Ричардом Фейнманом. Корнел сделал его профессором, не заботясь о том, что у него даже нет PHD. Но он просто гений. Все гении мыслят неординарно. Он считает, что система получения научных степеней плохо работает, она неадекватна, и он просто не стал получать учёную степень. Известность он получил после того, как, встречаясь с обоими, со Швингером, будущим нобельским лауреатом, и с Фейнманом, тоже будущим нобельским лауреатом, показал, что их подходы к квантовой электродинамике на самом деле сходятся. Дают одни и те же предсказания. Швингер, он, но он тоже гений. Но он настолько всё делал сложно, трудным для понимания его коллегами, что кроме него, по сути, никто его математику не понимал. Фейнман, напротив, его подход более понятен аудитории был, но просто Фейнман не заботился объяснять аудитории эти подходы. Поэтому Дайсон, наверное, один из нескольких человек, кто понял вообще, о чём Швингер говорит, пообщался с Фейнманом и понял, что подходы их к квантовой электродинамике, они, по сути, об одном и том же говорят, но на разном математическом языке. Он объединил подходы двух будущих нобельских лауреатов, да заодно только это можно ему в Нобельскую премию было присудить. Но Дайсон известен широкой публике не по своим работам по квантовой электродинамике, по квантовой теории поля, а, например, вот тем, что он поддерживает Миллера на нашего попытки запуска фольги к Альфа-Центавре. Вот, смотрите, Фейнман Дайсон позади Хокинга стоит. Действительно, у него много неординарных идей. Как он говорит, я не люблю сосредотачиваться на одной проблеме долго, поэтому мне никогда не дадут Нобельскую премию, я люблю переходить от одной проблемы к другой, и кучу у него идей касательно космоса. Ну, часть можно отнести к научной фантастике. Но человек неординарный, согласитесь. Сфера Дайсона, наверное, вы слышали. Хотя в интервью Дайсон говорит, что меня неправильно поняли, и сфера Дайсона – это не то, что он имел в виду. Наверное, в научпупе, если вот на ютубе набрать Фейнман Дайсон, все видео выйдут по сфере Дайсона. Сфера Дайсона, сфера Дайсона. Но Дайсон не только сферой Дайсона известен. Много у него работ есть научных, которые можно рассматривать как какую-то научную фантастику. Вот, например, Eternal Intelligence – Вечный Интеллект. Сценарии Дайсона также известны. Фейнман Дайсон предложил в 1979 году, что бессмертное общество мыслящих существ в открытой Вселенной может избежать тепловой смерти Вселенной, расширя свое субъективное время до бесконечности. И на это потребуется всего лишь конечное количество энергии. Ну да, мы живем в открытой Вселенной, Вселенная расширяется. Работа мозга требует энергию, затраты на вычисления требуют энергию, нам надо кушать. И Дайсон посчитал. Да, тепловая смерть, хит-десс, всех ждет Вселенную, потому что звезды остывают, Вселенная расширяется, температура уменьшается, и неизбежно она остынет до нулевых температур. И при таких условиях ничто не может существовать, никакая мысль, никакие бессмертные мысли через существа. И Дайсон увлекается такими идеями околонаучной фантастики, но он математик гениальный. И на математическом уровне решил проанализировать эту проблему. Может ли как-то цивилизация избежать этой тепловой смерти? И оказалось, что в открытой Вселенной может. Количество времени для вычисления одного бита обратно пропорционально изменению энергии в системе. Количество вычислений растет со временем. Увеличение энергии, доступной энергии, уменьшается логарифмически, но никогда не останавливается. Поэтому для конкретных вычислений требуется определенное количество энергии. Мыслящие существа обладают каким-то запасом энергии. Они используют половину, ну или какую-то другую часть этой энергии, чтобы поддерживать свои мысли, жизнедеятельность мозга или еще какого-то органа. Когда количество этой энергии уменьшится, она кончится, эти существа перейдут в Zero Energy Conception, в режим нулевого потребления энергии, гибернация, до того, как Вселенная охладится. Но как только Вселенная охладится, количество энергии, которое на них осталось, будет достаточно для того, чтобы опять подпитывать свои мысли. Потом они опять перейдут в режим гибернации, Вселенная опять охладится, и то, что у них осталась энергия, половинная часть, опять останется достаточной, чтобы поддерживать их мышление. Ну и таким образом мысли, они получаются такими промежуточными, какие-то интервалы времени они мыслят. Но этих интервалов бесконечно много. Мысли будут все медленнее и медленнее, но их будет все равно бесконечное число. Гениальный девять, согласитесь. Жалко, конечно, что после 79-го года, когда вот его оригинальная статья вышла в 79-м году по поводу всех этих вопросов, имея в виду открытую Вселенную, после этого было сделано открытие, что Вселенная расширяется с ускорением, а это уже совершенно другая Вселенная, совершенно другую математику надо математически анализировать совершенно по-другому. И по сути, выводы, которые в этой статье изложены, о том, что мыслящие существа могут бесконечно долго поддерживать свое мышление субъективно, они оказываются неверны в той Вселенной, в которой мы на самом деле живем, расширяющейся с ускорением. Обидно. В открытой Вселенной все плохо, тепловая смерть ее ждет, а во Вселенной, расширяющейся с ускорением, все еще хуже. Но сама идея, согласитесь, гениальная. Еще одно направление. Origin of Life. Возникновение жизни. Опять же, абсолютно гениальная идея он высказывает, на мой взгляд. Я, наверное, целое следующее видео посвящу его теории, ну и некоторым другим аспектам касательно возникновения жизни. Книжка у него есть. Origins of Life. Возникновение жизни. То, что здесь фракталы. Поверьте мне, это не те же самые фракталы, которые в Алсигне появляются. Фримен Дайсон действительно гениальный ученый, хоть и без ученой степени. Но его критикуют уже несколько десятилетий за то, что он, как и все адекватно мыслящие люди, является скептиком по отношению к глобальному потеплению, которым пудрит мозг сейчас всем. Ну да, он не верит в глобальное потепление. Во-первых, что плохого в глобальном потеплении? Плохо это похолодание, когда ледниковые периоды и вымирание видов происходит. Потепление не так уж как плохо. Ну да, он говорит, что все модели, которые сейчас этими псевдоклиматологами предлагаются, они не точны, ничего они на самом деле не предсказывают. Но и за это его критикуют. Как и всех ученых. Какая-то атака сейчас на всех разумно мыслящих ученых идет. Но то, что повышается уровень СО2, тоже представляет как какой-то отрицательный аспект, который чуть ли не завтра, послезавтра, через 10 лет приведет к вымиранию вообще всего на планете. Но СО2 – это же пища растений. Наоборот, урожаи увеличиваются, когда СО2 увеличивается. Что плохого в увеличении концентрации СО2 в воздухе. Наоборот, растения растут быстрее и лучше. Ну и все адекватно мыслящие люди, типа Фремена Дайсона, все это понимают. Видимо, просто хотят заработать капиталисты на налогах со всяких предприятий за то, что они СО2 и другие парниковые газы испускают. Ну, всякая политкорректность сейчас тоже в моде. Те, кто адекватно категорически мыслят и говорит, что это все чушь по поводу равноправия полов и рас, тоже подвергаются критике. Вот смотрите, Нобельский лауреат. Джеймс Уотсон, открывший спиральную молекулу ДНК. Нобельский лауреат. Лишен почетных званий за то, что сказал про расовые различия. Что китайцы на генетическом уровне отличаются, скажем, от негров. Но это факт. Это просто факт. Как можно не согласиться с этим фактом? Ну и профессиональный генетик, он, конечно, подтвердит, что это факт. Но за это он подвергается гонениям, так же, как Фриман Дайсон подвергается гонениям по поводу высказываний, что глобальное потепление, вызванное человеком, это все фигня полная. Ну и настолько он гонениям подвергается, что пришлось ему даже свою медаль продать. Нобелевскую. И купил эту медаль российский миллиардер Алишер Усманов. Но все-таки вернул ее Уотсону назад. Хоть какой-то толк есть от наших миллиардеров. Продолжение следует...